В Твери прошел масштабный фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь добра». На площадке в городском саду на протяжении двух дней работали представители различных фондов, объединений и организаций, которые реализуют на территории Верхней Волжья социальные проекты. Фестиваль проводился фондом Твери при поддержке фонда президентских грантов. Подробности в материале нашей съемочной группы. У нас есть такая ложбинка между солнечным сплечением и пупком. Мы сжимаем кулак, накрываем второй рукой, наклоняем ребенка и резко нажимаем. И, соответственно, предмет, которому он подавился, вываливается. О том, как надо оказывать первую помощь подавившемуся ребенку, рассказывает главный специалист Тверского областного отделения «Красный крест» Вероника Рингач. Организация была в числе тех, которые рассказывали о своей работе в рамках фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь добра». Он был организован фондом Твери при поддержке фонда президентских грантов. Впервые подобное мероприятие прошло в Твери в 2009 году. По мнению губернатора Игоря Рудени, волонтерское движение — это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения. На одной площадке встречаются различные некоммерческие организации, фонды, общественные объединения, добровольческие центры, которые реализуют на территории нашего города и области социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни наших жителей. У нас есть друзья, которые работают и в сфере экологии, помогают бездомным животным. То есть это такая разноплановая работа и миссия нашего фестиваля как раз познакомить жителей города с вот этим разнообразием той социальной жизни, той важной работы, добровольческой, некоммерческой. В рамках фестиваля работала площадка проекта «Добрый шкаф», где был организован сбор помощи жителям Тверской области, которые пострадали от бытовых пожаров. В качестве помощи принимались продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, товары для детей. А еще каждый посетитель фестиваля мог найти себе питомца. Выставка «Раздача кошек и собак» была организована инициативной группой по защите животных Твери. Новых хозяев искала, к примеру, вот эта собака по кличке Джуля. Джуля была найдена на улице. Ну, скорее всего, это бывшая домашняя собака, выброшенная добрыми людьми, можно сказать так. То есть собаку обижали в подъезде, ее пытались отравить, потому что собачка всем мешает, боятся, что укусит детей. И волонтеры решили ее забрать. Сначала мы забрали ее с целью простерилизовать, чтобы не было дальнейшего количества питомцев, увеличивающихся в городе. Но потом нам очень жалко стало ее выпускать на улицу, и было решено, принято решение общим собранием волонтеров, что мы девочку оставляем у себя на передержке. К сожалению, своих хозяев Джуля пока не нашла. Тем не менее, за время работы фестиваля «Площадь добра» тверским волонтерам удалось пристроить 13 бездомных животных. Кроме того, 48 тысяч рублей было собрано на помощь питомцам. Есть чем похвастаться и Тверскому благотворительному фонду «Константа». В рамках фестиваля представители фонда делились сладостями ручной работы. Также для гостей с детьми проводился мастер-класс по изготовлению оберега. Для нас, как такому большому фонду, который занимается проблемами социального сироста, очень важно рассказывать про свои проекты, представлять свои интересы фонда на этом фестивале, потому что все больше и больше людей принимают участие, все ближе к благотворительности, к социальной сфере, к общественным каким-то делам. Поэтому очень здорово, что такие мероприятия есть и традиционно в нем участвуем. Кроме того, на фестивале «Площадь добра» были организованы зоны отдыха, культурная и спортивная программы, работал фудкорт для гостей. Словом, любой желающий, посетивший фестиваль, мог найти себе занятие по душе. Детям очень надо. Ну, взрослым-то, наверное, не больно, а детям надо, конечно. Здесь столько много всего-то. Да, надо. Нас интересует помощь людям, помощь семьям многодетным, свои вещи, например, то, что мы собираем. Конечно, очень интересно, очень понравилось. Мы зашли на стойку кванториума ребенку 10 лет, там для него много интересного. И мы рассматриваем, может быть, в дальнейшем будем у них обучаться. На этом первый день работы фестиваля «Площадь добра» завершился. О том, каким был день второй, вы узнаете совсем скоро. Продолжение следует...